Всем привет! Я тут стою, смотрю в окно и смотрю, вон наша, видите, лежит зеленая лопата. Дети не могли ее найти. Мы, походу, когда снег убирали, видимо, ее засыпали, дети бросили вечером, и мы ее не увидели. В общем, короче, сейчас пойду, наверное, заберу лопату. Я приехала домой, уже отвезла Сонечка, заехала в магазин. Сейчас быстро покажу. Ничего особо не покупала, просто вот пишите интересно, поэтому сейчас покажу. Купила вот такую пекинскую капусту. На ужин будем делать салат по 49 рублей. Так, черный хлеб. Что-то в последнее время прям хочется, знаете, бетоны уже надоели, поэтому захотелось хлеба. Уксус у меня закончился, сейчас хочу, наверное, сейчас гляну как раз, пока с вами, да, надо менять фильтр. И покипячу чайник уксусом. Идеально, мне очень нравится. Так, дальше купила вот такое вот печенье, это мадленки. Ну, чтобы было, потому что здесь что-то хочется сладкого, а печенье желания нет. Так, дальше купила яблоки. Яблоки взяла наши фуджи. Обожаю фуджи, они такие вот маленькие, сочные, твердые. Дети очень любят, потому что такие большие, golden, да, они вообще такое не едят, потому что они огромные и мягкие. В общем, они не любят. Яблоки по 69 рублей, это очень хорошая цена, потому что бывают в обычных магазинах по 100 рублей. Яблоки тоже совсем. Так, дальше я взяла кунжут. У меня закончился, мы делали пирог и последний кунжут, поэтому взяла всего одну пачку. Пусть будут редко пользоваться, но пользуюсь. Разрыхлитель взяла вот такой вот, хороший разрыхлитель. Тоже закончился, поэтому взяла три штучки. Так, дальше, смотрите, взяла вот такую вот мисочку. Она идет вот, видите, с дырочками. Я думаю, она, наверное, у всех есть. Рис промывать или что-то промывать, вот так, хоп, и все. Но мне почему-то кажется, что прям очень маленькие дырочки. В общем, мне нужно, мне нет. У меня есть такая штука, но слишком большие дырочки, а вот это вот просто будет идеально. Сейчас это все помою. Так, цена... 69 рублей. Красота. Так, и еще я взяла филе бедра. Взяла тут, получается, 1,3 кг по 279 рублей. Это который идет без кожи и без косточки. Очень удобно. У меня на 1,3 кг на 368 рублей вышло. Я хочу сделать котлеты. Я добавляю свинину, курицу. Вообще грудку добавляю, но грудку не стала брать. Думаю, возьму вот это вот. И часть пойдет у меня на фарш, а часть я, может быть, с этого бедра сделаю. Он не такой сухой, как грудка. Поэтому сделаю либо мясо по-французски, либо что-нибудь такое в общем. Потому что котлетки я сейчас пожарю, перекручу. И, наверное, сделаю мясо. У меня есть еще помидоры, поэтому будут у нас два блюда. Я сделаю с килограмма вот два блюда. Я хочу себе сейчас быстренько приготовить кофе. И мне надо будет поменять фильтры. Сейчас я вам покажу фильтр. Я вам уже показывала. Обратите внимание, у кого такие вот фильтры, как у нас, вот такие вот. Сейчас кофе поставлю, чтобы не тратить время на это все. Мне надо плиту помыть. Нужно, наверное, приготовлю. Потом вот такой вот аквакуровский, вот такой вот черный. Его хватает. Написано с магнием очищать. Воду усилен бактерицидной добавкой. Его на дольше хватает, а вот обычный. Вот, поэтому берите внимание, он очень классный. И сейчас я вам расскажу за кофе. В общем, мы покупаем вот такой вот кофе. Уже рассказывала вот такая вот серая. Эгоист. В общем, у нас в магазине по скидке в яблоке. Кто знает, в Симферопольске, да, все знают яблоко. В общем, идет 1300. В ФМ яблоко, которое 1300. Это по скидке написано. Без скидки идет 1600. В общем, я когда это рассказала, моя подписчица написала, что, типа, Вика, это такая ерунда. В общем, посмотри на Озоне и на Валбурис. Я реально зашла. На Озоне в этот, ну, вот в этот день, который я смотрела, на Озоне это кофе стоило 860, ну, короче, около 900 рублей. На Валбурис стоил 1000. В общем, я заказала на Озоне, представляете, 860 рублей и, например, 1300, либо 1600. Представляете, какая вот разница. Практически, ну, как, полтора-два раза. А на Валбурис он 1000 столов. Буквально через день на Озоне стало дороже, на Валбурис дешевле. Поэтому, если вы покупаете тоже, может быть, кто наши местные, да, девчонки, смотрите, обращайте внимание на такие доставки, как Озоны и Валбурис. И там будет реально дешевле, можно купить. Я не знала, правда, я столько времени мы покупали в яблоке. Короче, так что вот это кофе выходит очень выгодно. Это идет в зернах. Вот, так, все, пока у меня кофе готовится, я сейчас в чайник. У меня там уксус еще был, по-моему. Да, чуть-чуть. Я купила, думала, у меня заканчивается, потому что я хочу сделать еще морковку по-корейски. Но так быстро у нас ушла. И там нужен уксус. Только морковку-то я не купила. Почему не купила? Просто заливаем чуть-чуть, буквально, уксус. Закрываю, промываю. И готово. Пока чайник, кофе, я поменяю фильтр. Так, ну что, приехала я за Сонькой, зашла на Валбурис. Заказала, в общем, я себе мицеллярку мою любимую, гарнировскую. Потому что та отвратительная, которую я вам показывала, вот Соберлик. В общем, и мне, девчонки, многие написали, что на самом деле, да, она многим не нравится. Поэтому я, короче, взяла на 700 миллилитров большую вкладу. Не буду распаковывать, покажу дома. И купила себе крепление в машину. Хотела для камеры взять, но не было. В общем, не знаю, она такая маляпусенькая. В общем, я посмотрю. Как-то ее поставлю, вдруг получится. Потому что иногда хочется, знаете, вот так вот поболтать. А камера трясется, поэтому не получается. У нас начинает все таять. Все, уже прессивая температура, видимо, будет. Поэтому уже каша такая, сыра как-то, знаете, неприятно. Так что вот так вот хотела зайти купить картошки. А меня машина подперла. Говорит, мы еще минут 15 будем стоять. Я говорю, нет, давайте-ка я выйду. Лучше потом заеду. Так, ладно, сейчас попробую распечатать. Вдруг получится. В общем, передумала я делать мясо по-французски. Решила, короче, я сделать со свинины гуляш. Вот подливка у нас была. Очень хорошо она пошла. Прям, знаете, с пшеничной кашей. Вообще просто изумительно. Поэтому я решила приготовить еще раз. Лук, морковку сейчас порежу, поджарю. Добавлю мясо, перчик, помидорчик. Залью водичкой и вот так вот потушу. Будет очень вкусно. Вот, поэтому идет очень хорошо. И дети едят. Дети мясо не едят. Они только вот эту подливку любят. Мышка. Говорят, ты красивая собака, да? Плюшевый мишка. Вот интересно, мне нравится в этой породе, знаете, что когда вот ее подстрижешь, это совершенно другая собака. Когда она такая лохматая, она вот одна. Стрижена, она совсем другая. Смотрите, что я тут делаю. Я остужаю компот. В общем, я не вынесла на улицу, открыла здесь окошко. Пусть немножко проветрится. И заодно у меня компотик охладится. Соняка в садико принесла такую красоту. Вот я вам показывала в прошлом или позапрошлом видео, не помню, как мы с ней клеим. Вот видите, они в садике то же самое делают. Вот детям это очень нравится. Это, которые дети такие даже неусидчивые. Попробуйте поделать. Мне кажется, понравится. Можно самым-самым маленьким. Естественно, у них не будет получаться прям идеально. Но, тем не менее, видите, по цветам. То есть, они все делают. Ну и краски. Краски я дома, если честно, не даю. Потому что потом уборки. Это кошмар. Они рисуют 3 минуты, а убирать потом. Я решила морковку не тереть, а порезать такими длинными. Как лунтиками. Получается очень вкусно так тоже. КОНЕЦ. Перчик. И вот помидорчики. Девчонки, расскажите мне, кто готовит булбур. Мы не едим. Точнее, я как бы могу есть гречку. Я люблю там с луком, с грибами. Я люблю. Мои не едят ни гречку, ни рис. Крайне редко там есть ли плов. В основном у нас там макароны, картошка. Никто другого ничего не хочет есть. Поэтому я вот так вот и готовлю постоянно. Что-то выдумывая. Напишите мне за булбур. Кто готовит. Как правильно готовить. И вообще вкусно, невкусно. В общем, я буду вас ждать в комментариях. Духовариваю на минутку. И можно снимать кожу. И когда он еще замороженный, он очень хорошо режется. Ну что, фарш я сделала. Получилось много. Поэтому я, наверное, сделаю котлеты и заморожу попозже. Подливка у меня готова. Видите, как она красивая получилась за счет перца и за счет помидора. Это без томатной пасты. Поэтому имейте в виду, вдруг так не готовят. Попробуйте. Заморозка помидора, это вообще-то очень удобно. Яблочки намыла. Все на столе, в свободном доступе. Мандарины, кстати, никто, что детей уже есть не хотят. Все так вот эти яблочки прям хорошо уходят. Соняки, перекус. Яблоки. Вот любит она яблоки. Печенье он взяла, кинула, не хочет. А яблоки кушать хорошо. Все, помыла я свою мясорубку. Мыть мясорубку ни в коем случае нельзя в посудомойке. Я помыла и видите, какой цвет стал. В общем, она покрытие что ли испортилась, не знаю. Вот, так что помыла, сушу. Штука, слушайте, классная, мне так нравится. Такая элементарная вещь, но хорошая. Спрашивайте за коврик. Такие похожие коврики есть в Икеа. Это мне мама дарила. Я все, в общем, она мне 3 или 4 таких коврика дарила. Я, в общем, все полотенца, которые у меня были, я все повыбрасывала. И вот, знаете, бежевый, так хорошо мокрый, уже надо сейчас убрать. Хорошо смотрится, знаете, такое нейтральное. Так, ну что, швабра моя Веледа ушла. Ушла с дому. Я ее не выбросила, я ее убрала. Может быть, что-то придумаем, как-то сделать ведро. Достала я свою старую швабру. Я ее не выбросила. Я купила просто насадку. Кстати, заказывала тоже на Озон. Она была там дешевле всего. И с новой насадкой сейчас мою полы. Классная швабра, все хорошо. Но вот эти вот острые углы, это просто ужас. Бьет очень сильно мне плентуса. В общем, сейчас буду полы мыть. Окрок на воду, денешь как? А? Оп. Вот. Да. Нет. Вон, смотри, кот твой лежит, ждет тебя. Да. Да, давай. Майка, я тебя, Димка? Да ты что? Да. Понятно. Едем за Димчиком? Да. Соскучился, братик? Да. Где моя Сонька? Здесь. Здесь. Здесь? Майка, я у мамы в руку, я. Едем? Да. Мама, телефон что ли забыла дома? Нет, телефон на месте. Не холодно, Сонька? Нет. Нет? Сейчас мама окно еще, наверное, помоет. Слушай, эти кошмар погода. Замерзайка. Замерзайка, не замерзайка, замерзла. Поехали, да, Сонька? Поехали, Сонь? Не слышу тебя. Погнали? Да. Погнали потихонечку, да? Идем за Димчиком. Не хочет давать руку мне, да? Самостоятельная ты. А, Сонь? И бегом. Давай, беги. Забрали Димчика. Мне так нравится, мы когда с ним ездим, он просит включить какую-то крутую музыку. Ну, когда будет музыка? Опять эти разговорчики. Так же, как и я, любят послушать громко. И вкус у него такой хороший. Обожаю с ним ездить. Что ты там, расстегивайся. Я не могу. Мы приехали домой. У меня застежка, как пистолет. Сейчас, я, наверное, вас здесь оставлю в машине. Ну, ладно. На, держи свои рисунки. Посмотри, какая вредная. Это я вредная? Да? Мам, ты что, не слышала никогда? Ключи. Ключи дома. 100-500 этих ключей. А ты что? Тоже хочешь выйти? Нет. Нет? Я вас оставлю, наверное, в машине. Вы будете здесь у меня ночевать. Нет. Нет? Нет. Нет. Я не могу, я буду здесь ходить. Я еще. Я тут, как этот, штатив. Метеллярку не забрала. Так, а ну не трогать машину. Ох. А ну трогать. Все, погнали. Сейчас будем кушать, готовить. Это котлеты я не пожарила. А, погнали в Париж. Ладно, поехали в Париж. А Димка у нас мечтает попасть в Париж. Напишите, кто хочет в Париж. Да? Поехали в Париж. Поехали в Париж. Поехали в Китай. А вообще-то Париж говорится с буквой Р. Я тут сбежала от детей. Хочу с вами немножко поболтать. Помните, где-то, может быть, полгода назад, может быть, год, как-то мы с вами знакомились. Было очень интересно. Давайте опять под этим видео внизу в комментариях напишите, откуда вы, как зовут, сколько лет. Потому что многих я знаю по аватаркам. Многие мне пишут в Инстаграм. Мы общаемся, здесь мы общаемся. Некоторые просто смотрят, закрывают и все, как бы, нет. Давайте, в общем, с вами еще раз перезнакомимся. Может быть, вы найдете соседей своих, каких-то близких. Возможно, кто-то из Симферополя тоже. Я знаю, что меня смотрят в Симферополе. Поэтому пишите, где вы живете, как вас зовут, в общем, сколько вам лет. Чем занимаетесь, тоже будет интересно, какая у меня аудитория. Может быть, у меня мамочек больше, может быть, там, работающих мамочек. В общем, давайте с вами познакомимся. В общем, будем общаться внизу в комментариях. И я все-таки хочу сделать чуть-чуть попозже тоже, наверное, я выставлю либо видео, скажу, либо пост. Вопрос-ответ. Давно вы ждали это видео. Давно я собиралась его сделать. Все никак у меня не получалось. Поэтому в скором времени я обязательно сделаю такое видео. А пока давайте мы с вами пообщаемся. И вы расскажете о себе, как давно вы смотрите канал. В общем, я буду вас ждать внизу в комментариях. И буду очень рада с вами еще раз познакомиться. Так, ну что, котлетки я пожарила. Чай скинула в заморозку. И также кинула в заморозку еще фрикадельки. Так что вот так вот мы сейчас будем кушать с огурчиком, с помидорчиком. И, наверное, еще сделаю салатик. Ну, посмотрю. В общем, такие вот красивые котлетки у меня получаются в панировочных сухариках. Они у меня обязательно. Посмотрите на эту идиллию. Соня, яблоко жует, смотрит на ютубе какие-то детские, в общем, развлечения. Да? А Димчику дала телефон. Он отзанимался, поэтому играет. Дим, только подальше от глаз, пожалуйста. Мушка тут все ждет, что ей перепадет яблоко, да? Соня, у кого есть амонас? Амонас? Соня, даже не знаю, что это. Ну что, приготовили. Теперь надо помыть плиту. И вот, смотрите, я что-то только увидела. Пожелтело, да, по сравнению с этой. Это, гляньте, какая-то желтая прям стала. Но сейчас, наверное, нанесу средства. А решетки вот эти вот, я их закину в посудомойку уже вечером. Я ставлю на ночь посудомойку. И уже на ночь поставлю, потому что мы еще чай будем пить. Ну, мы еще даже не ужинали. Вот. И вечером уже чай попьем, и я уже закину. Все. Ой, девочки, кстати, по поводу чайника. Я, если честно, не нарадуюсь этому чайнику. Мне очень нравится. Я довольна. Привыкли уже, знаете, он свистит так, что слышно и на второй этаж. Я вот больше всего это переживала. Ну, конечно, удобнее электро, спору нет. Но с нашим сейчас напряжением, это просто идеальный вариант. Ну, показывай, какую красоту вы с папой сделали. Вот умничка. Кто это делал? Папа. А ты помогала ему? Да. Молодец. Давай. Будем еще лепить? Да. Вот умничка, давай. Принесла сама стулчик, да? Да. А покажи, каких ты сапогах зимних не снимает. Ой, ну красота, красота. Мы будем уже на этом заканчивать влог. Я хочу всем сказать огромное спасибо за комментарии под прошлым видео. Я спрашивала, что вам больше всего нравится. И практически одноклассно всем нравятся влоги. Я стараюсь снимать влоги, знаете, так вот и готовку, и уборку, и болталку, и в общем, и нашу жизнь. В общем, всего по чуть-чуть. Поэтому это как бы мой формат. Изначально канал так же и создавался именно как влоговый. Поэтому я рада, что именно такой формат вам нравится больше всего. И мне нравится снимать влоги. Это как бы, знаете, я делаю это с удовольствием. Поэтому всем огромное спасибо, кто смотрит наши влоги, кто пишет комментарии. Это очень приятно. Всем огромное спасибо. Увидимся с вами скоро. Так получилось, что у нас несколько видео подряд, как просили неделю влогов. Но я не называла недели влогов. Но получается, сколько, 3 или 4 дня подряд выходили влоги. Поэтому мы уже увидимся, скорее всего, после выходных. Мога, яйцо, это байкалька, яйцо. Байкалька, яйцо, 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 яйцо. Кайки, кайки. Ля, кайки могу? Майка, яйцо, да. Майка, яйцо. Ля, Ля, Майка. Так, ладно.